Рамиль Радифович Боговин Продаватель Татарской гимназии номер 2 имени Шигабуддина Марджани. 100-бальник единого государственного экзамена по трем предметам. Каждая формула, во-первых, по-своему прекрасна, по-своему уникальна. Она демонстрирует в такой краткой форме очень большие глубокие мысли, которые были заложены авторами. Каждый раз глядя на какую-то формулу, ты можешь по-новому ее для себя открыть, что-то новое для себя осознать. Занимаясь математическим логикой, я понимаю, что далеко не всегда все поддается каким-то точным, строгим описаниям. Не стоит всегда ждать каких-то готовых формул, шаблонов. Даже теорема Гюделя о неполноте. Она тоже в некотором смысле говорит о том, что не надо останавливаться на достигнутом, надо постоянно двигаться вперед. Привет, я Полина. И все же, как вы сами определяете свою формулу личности? Коллега Дмитрий Новосибирский говорил, что когда он читает курс лекций по математической логике, всегда завершает теорему Гюделя о неполноте. И заканчивает курс такими вдохновенными словами, мол, теорема Гюделя о неполноте должна доказывать, что математики никогда не останутся без работы. Потому что, сколько много бы мы ни открыли, все равно останутся вещи, которые мы еще не познали, которые в рамках того инструментария, который имеется, описать сложно или невозможно. Значит, надо будет постоянно расширять свои горизонты и искать что-то новое. Мне кажется, в отношении формулы своей жизни это тоже применимо. Не нужно себя загонять в какие-то рамки. Вот есть жизнь, да? Ну, надо ее прожить по максимуму, со смыслом. Может быть, и не математическая какая-то формула, но словесная формулировка все равно имеет место быть. В принципе, мне этого достаточно. Отлично! Значит, продолжение следует. Вот вы, выпускник татарской гимназии, где все предметы преподаются на татарском языке. А 4 предмета ЕГЭ вы сдавали на русском языке и заработали 99 баллов за 4 предмета. Физику, информатику и русский язык сдали на 100. И математику на 99 баллов. В тот год в России 400 баллов за 4 предмета получили лишь 2 школьника. Это говорит о том, что вы были суперподготовлены, что повлияло на ваш уникальный результат? По поводу уникальности, мне кажется, если очень много прилагательных эпитетов начинать вставлять в тот или иной параметр, там все станет достаточно уникальным и редким. Потому что само по себе достаточно успешное выступление на единого государственном экзамене – это редкость. Высокие баллы ребята набирают относительно регулярно. Но чтобы максимальный результат был, это все равно редкость. Да, даже для меня это было неожиданным. Но так или иначе, я думаю, что измены из татароязычной среды периодически такие кадры появляются. Потому что в моей гимназии регулярно ребята задают на высокие баллы. Это не обязательно должны быть три сотни в личном кабинете. Даже если мы говорим про максимальные результаты, тоже год или два спустя Инсаввайз Рахманов из Кухмарского района тоже набрал высокие баллы. Так что я считаю, что даже если само по себе явление может быть и редкое, но как-то делать акцент на том, что это что-то удивительное, необычное – изучать предметы на одном языке, сдавать на другом. Но при желании, при возможности это все делается без каких-то особых проблем. Да ладно, получается это далеко не у всех. Это учителя программировали ваш успех или это ваша заслуга? Как думаете? Ну, о преподавателях можно много говорить. Я не хочу сейчас кого-то выделять. Поэтому, если только учительницу по математике, мне всегда нравится, что на занятиях она не только дает знания, но и воспитывает. Вот эта воспитательная составляющая, то, что делает из нас людей, она тоже должна присутствовать. Учительница математики, она на занятиях очень любит говорить различные пословицы, поговорки. То есть это тоже некая часть воспитательного процесса. Может быть, есть поговорка, которая особенно запомнилась? Да-да, вот самое запомнившееся, наверное, у меня и у моих сверстников. Как вы шли к тому, чтобы что-то узнать? В более раннем возрасте, наверное, родители. То есть самые банальные вещи, когда, допустим, ребенок еще не умеет говорить, а пальцем показывает на те или иные детали окружающей действительности, и родитель подсказывает ему, как это называется, как с этим работать. Дальше уже школьные преподаватели, потому что в начальных классах все равно с интернетом я еще был на «вы», если вообще знал, что это такое. А когда освоился с интернетом, да, уже стало проще находить какую-нибудь информацию, сверяться, начинаешь уже больше сомневаться в том, что тебе предлагают, потому что есть альтернативные источники, и можно понять, не обманывают ли тебя, действительно ли говорят вещи, соответствующие реальности. Ну и, конечно же, преподаватели вузовские, от них получаешь то, что на парах по философии назвали неявным знанием, они дают дельные советы, подсказывают какие-то моменты личным примером, демонстрируют, каким должен быть ученый, математик, в принципе, человек. Я думаю, все это тоже играет свою роль. Чем отличаются современные школьники от вас вчерашнего? Вы же преподаете в гимназии, которую окончили? Информатизация, может, как-то тоже повлияла. То есть я не говорю о том, что там все в телефоны уткнулись, хотя такие ребята тоже есть, с ними тоже надо как-то работать, находить общий язык. Но в целом я думаю, что за счет того, что ребята с ранних лет знакомятся с окружающим миром посредством интернета, они более шустрые в этом плане, они уже предлагают те или иные ответы, источники. То есть за этим тоже надо иногда успевать. С точки зрения характеров все то же самое. То есть есть тихони, есть активные, есть гиперактивные ребята, есть увлеченные школьники, есть тем, которым нужен какой-то толчок для того, чтобы они начали что-то делать. Вот с этим многообразием личности нужно работать. Как думаете, ЕГЭ сегодня так же актуален, как и 20 лет назад? Ну, наверное, сравнительная характеристика ЕГЭ и вступительных экзаменов, в том числе выпускных, это, пожалуй, прерогатива тех, кто застал и то, и другое. Я все-таки сдавал экзамены именно в тот момент, когда ЕГЭ был в порядке вещей, как нечто само собой разумеющееся. Но могу из своего опыта, из общения с людьми постарше сказать, что, наверное, сейчас кардинально менять, наверное, что-то опасно. Не все смогут подготовиться, и система не сразу на это среагирует. Но, как бы то ни было, трудно назвать систему идеальной. Вообще, на мой взгляд, попытка соединить выпускные экзамены и вступительные не очень удачным образом произошла. Все-таки, наверное, это вещи, которые совместить сложно, требования разные. Выпускные экзамены все-таки должны предполагать проверку базы того, что человек изучил в школе, а вступительные испытания так или иначе будут содержать задания, которые, может быть, номинально все могут сделать, но фактически это будут делать какие-то единицы, малые доли процента людей. Я имею в виду последние задания второй части экзаменов по тем или иным предметам. На мой взгляд, было бы оптимальнее, наверное, какие-то выпускные экзамены оставить. Вступительные испытания, может быть, даже не каждый УЗ будет проводить, но все равно сделать что-то наподобие ЕГЭ. Сейчас, мне кажется, ЕГЭ больше походит именно на вступительный экзамен. То есть, действительно, задания очень похожи на то, что было раньше. Я как-то интересовался, смотрел, какие задания предлагались абитуриентам в советские годы, в 90-е. То есть, очень похоже на то, что сейчас дают. И действительно, это очень качественная задача, я имею в виду вторую часть. Действительно, могут быть полезны и сейчас, и тогда они очень хорошо себя зарекомендовали. Профессор, можно еще? Пожалуйста. Еще. Бери. Себе. Что значит себе? В старших классах немало ребят, которые понимают, что им нужно зацикливаться именно на сдаче экзаменов. И они меньше внимания начинают уделять основным дисциплинам. Дай бог, если человек только в старших классах начнет об этом думать, мало ли, там семиклассник сразу начнет говорить, вот я буду только историю общества знаний сдавать, зачем мне эта ваша математика. И чтобы какая-то база была у людей, да, в сухом остатке все равно что-то должно остаться. Потому что с малообразованными людьми общаться не очень-то интересно. Сейчас вы учитесь в магистратуре Казанского федерального университета в Институте механики и математики имени Лобачевского. А можете ответить на вопрос, зачем вообще человеку математика? Ну, если человеку математика не нужна, ради бога. То есть мы, ну я имею в виду математическое сообщество, никого не принуждаем, не настаиваем на том, что математику вы должны изучать дальше. Если вам не нужна, если вы считаете, что вы в жизни можете себя как-то иначе реализовать и быть полезным обществу, ради бога. А другое дело, что те, кто понимает необходимость математики, осознает ее значимость, так или иначе ее применение найдет и будет делать жизнь свою и жизнь общества лучше. То есть математика способна сделать жизни общества лучше? Да, она делает ее лучше во многих аспектах. Вот те, кто занимается чистой математикой, так называемой, они, как правило, подчеркивают, что математика, она замечательна сама по себе. Те, кто может увидеть ее красоту, так же, как красоту в искусстве, он по-настоящему счастливым становится. А приложение — это все то, что со временем приходит, может быть, через 100, через 200 лет. Вот история математики и в целом науки показывает, что фундаментальное открытие, как правило, находит свое применение значительно позже. И это как раз-таки говорит о том, что останавливать фундаментальные следы ни в коем случае нельзя. Кто знает, может быть, тот или иной результат, то или иное открытие поможет нам. В освоении космоса, в промышленности, в экономике и так далее. Какой научной темой вы, как молодой ученый, сейчас конкретно занимаетесь и почему? Мои исследования, они относятся к такой области математики, которая называется теория вычисленности. Она стоит на стыке математической логики, теории алгоритмов и занимается изучением алгоритмических свойств различных математических объектов. Получается ли у вас использовать для работы искусственный интеллект в качестве ресурса? Пока нет. Я однажды попробовал спросить у одной из систем какие-то вопросы, связанные с этим. Ну, видимо, пока до этого далековато. Но при должном внимании к этому можно, конечно, обучить ее, решать задачу. То есть, по крайней мере, если она не будет доказывать, то проводить верификацию, наверное, сможет. То есть, прежде чем получить ответ, вам придется сначала научить искусственный интеллект тому, что вы хотите от него получить? Да, потому что она, может быть, вообще не сталкивалась, может быть, литературы мало, или ей, по крайней мере, не предлагали в ходе обучения ту литературу, на которую я опираюсь. Ну, если соответствующие правки внести, а насколько мы знаем, искусственный интеллект постоянно совершенствуется, постоянно что-то новое узнает, я думаю, в скором времени можно будет и в области теории вычислимости какие-то приложения искусственного интеллекта найти. Как вы относитесь к версии, что искусственный интеллект завоюет мир, и для нас он опасен? Я думаю, эти опасения не безосновательны. Ну, если я правильно понимаю, искусственный интеллект – это во многом черный ящик. То есть, система каким-то образом может настроить свои параметры для достижения установленных целей, в зависимости от того, как эти параметры будут настроены, а мы толком не понимаем, как настройка происходит, можно ожидать чего угодно. Если не вводить дополнительных ограничений, то искусственный интеллект может наплевать именно на моральные принципы, на что-то еще и на сам факт существования людей. Тревоги у меня тоже есть, но я думаю, если ситуацию под контролем держать, то может и обойдется. Но главное, что об этом начали говорить, мне кажется, уже давно, главное, чтобы это не пошло на самотек, и действительно, те, кто непосредственно этим занимается, кто этим руководит, кто наибольшее влияние имеет, они обратили на это внимание и предприняли нужные шаги. Пока что об этом говорить рано, но в любом случае, сколько пословиц, поговорок, сегодня только их вспоминали, даже если упомянутую мной поговорку искусственному интеллекту сказать, я сомневаюсь, что он ее поймет. Это даже человек не всегда понимает. Это тоже надо объяснить. Если что, просто переключимся на татарский язык, например, и все, победа обеспечена. Вам как математику интереснее общаться с машинами, порнолами или людьми? С людьми, конечно же, да. Я даже больше скажу, мне кажется, что живое общение ничего не заменит. Я один год работал в онлайн-школе буквально, на первом курсе, да, меня привлекли, предложили, мне было интересно, но я по итогу осознал, что даже несколько дней в неделю, несколько часов посвящать тому, чтобы сидеть перед экраном и говорить куда-то в пустой монитор я посвятить не могу. Лучше вот видеть горячие глаза, улыбки, вопросы, непосредственно отвечать. Там же тоже все от скорости интернета зависит, да. Это то, что в нас заложено, да, необходимость общения, невербальное, в том числе, то неявное знание, которое я упоминал, оно тоже через экран, скорее всего, не передается. Заменить это будет сложно и, может быть, и не очень-то нужно. Технологии тоже надо с умом привлекать, потому что, насколько я понимаю, если мы говорим о лекциях по математике, то сейчас уставилось такое мнение, что ничего лучше, чем доски смелым нет. Если начать показывать слайды, там не очень хороший результат получается. То есть это все тоже говорит о том, что здесь нужен баланс и надо грамотно выстраивать взаимодействие с информационными технологиями и правильно их внедрять, в том числе в обучение. Чем вам были интересны встречи с Раисом Республики Татарстан? Полное описание личности Рустама Наргалевича дать вряд ли смогу, потому что встречи были, во-первых, не в таком большом количестве, во-вторых, не столь продолжительные, да и формат был такой больше официальный. Все равно другое дело, когда вот чай с молоком, здесь еще пчмак, вот, блядишь, выпечка. Совсем другое дело. У меня впечатления только положительные отстались от встреч. Вот Рустам Наргалевич, опытный, мудрый руководитель. Остается только пожелать успехов ему в его нелегкой работе. Сейчас школьников активно поддерживают финансово за достигнутые результаты. Как думаете, это правильно? Ну, в любом случае, я считаю, что поощрять ребят надо, поскольку это кадровый резерв республики, страны. Это то, на что мы должны опираться. И, соответственно, если ребята будут видеть, что государство заинтересовано в том, чтобы такие талантливые ребята появлялись, если они видят, что им готовы предоставить все условия для того, чтобы они развивались, конечно же, они будут заинтересованы в том, чтобы как можно больше результатов, успехов достигать. Поощрять нужно, но опять-таки должен быть баланс, должна быть мера для того, чтобы это не превращалось в какую-то корысть, чтобы человек не думал о том, что ему всегда должны прочитаться какие-то деньги. То есть какой-то энтузиазм, какая-то доля вот этой вот инициативы, она должна присутствовать, потому что именно это, как правило, двигает людей. Просто вот любопытство и интерес, желание что-то новое открыть, получить всеобщее признание и так далее. То есть если этого не привить, все равно человек, он будет свои какие-то интересы преследовать, может и за длинным рублем куда-то уехать, его могут переманить запросто. То есть какое-то вот понимание того, где ты нужен, где ты можешь быть полезен, оно должно прививаться, независимо от того, большие ли суммы причитаются победителям и призерам или нет. А вам предлагали уехать куда-то, чтобы применить свои навыки там? Нет такого, не было. Наоборот, вот предлагали. Вот здесь у нас все услуги. Давай стараться, я думаю, ребят, спасибо большое, большая честь для меня. Вот поэтому я с удовольствием работаю, живу здесь. Надеюсь, буду чем-то полезен еще. Как вы относитесь к утечке мозгов, которые в России наблюдались? Конечно, печально, когда ценные кадры от нас уходят, потому что они тоже могли поработать во благо Отечества. Если кто-то уезжает, то и у нас какие-то проблемы есть, недочеты, значит, не удержали, значит, не предоставили тех условий, не убедили в том, что у нас все хорошо, может быть, там, не создали подходящих условий. То есть это тоже повод задуматься, предпринимать какие-то шаги, изменения, для того, чтобы утечки мозгов было как можно меньше. Сейчас российская наука на подъеме? Мне кажется, что какие-то Кулибины, Ломоносова, они были, есть и будут. Главное, вот, обращать на них внимание, вовремя замечать и направлять их на то, чтобы они делали нашу жизнь лучше на подъеме российской наукой или нет. Но я надеюсь, что да. Все-таки не обязательно Нобелевские премии за какие-то открытия получать. То есть даже в математике есть какие-то направления, условный мейнстрим, да, там, теория чисел, геометрия и так далее. То есть это те направления, на которые больше всего обращают внимание, куда приковано внимание не только математической общественности, но и мировой. Хочется ли вам стать академиком, открыть свой закон или доказать теорему? Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Конечно, когда среди твоих знакомых, коллег есть именитые ученые, ты постоянно вдохновляешься, хочешь брать с них пример. Какие-то такие мысли прокрадываются, да, вот хорошо бы нам доказать какую-нибудь теорему, в какое-нибудь там математическое общество попасть, да, награду какую-то получить. То есть это тоже подстегивает к математическим открытиям, но мне кажется, только на это ориентироваться не следует. Успех успехом, да. Во-первых, это не всем дано. Может быть, кто-то тебя опередит, да, у кого-то талант больше. Это просто надо признать, да. У кого-то получается лучше, чем у тебя. Ну, это вполне нормально. Это, наоборот, должно радовать, мотивировать тебя. Иногда гораздо важнее не добиться какого-то успеха, да, сформулировать какую-то мечту, а просто вот остаться человеком, человеком с большой буквы. Завершая наш интересный разговор, хочу попросить вас прочитать что-нибудь на татарском языке. Тоже буду учиться. Есть строчки из стихотворения Мусы Джалиля Беругет. Один совет. Пусть твоя жизнь прогорит, как маяк для последующих поколений. Какие правильные, точные мысли, да, вот они, наверное, в некотором смысле являются девизом для меня. Вот как-то так и стараемся прожить, да. Может быть, и не получится, конечно, там, маяком. Ну, по крайней мере, начать надо с малого, с фонариком какому-то, если кому-то путь осветил, уже хорошо, может быть, и тебе осветят, и ты в последующем сможешь что-то большее сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok